Так, о чем будем говорить? Какие вопросы? Добрый день, или уже даже вещь. Егор Пискунов, телеканал РТ. Абсолютно беспрецедентный по насыщенности визит в Ташкент. Две ночевки, честно говоря. Некоторые из нас думали, что может и третья уже будет. Очень долго вы общались один на один с президентом Узбекистана. Какие впечатления, какие надежды у вас в отношении сотрудничества с Ташкентом, особенно, наверное, в торгово-экономической сфере? И какой потенциал участия Узбекистана в интеграционных объединениях на территории бывшего Советского Союза? Спасибо большое. Вы же знаете, я прилетел вечером в воскресенье, там, кроме официальной части возложения цветов к памятнику, в момент независимости. Больше ничего не было. Вот и вся работа. Вот на следующий день действительно день был насыщен деловыми контактами, встречами, переговорами. Недельник до позднего вечера продлился, это правда. Так принимающая страна организовала наш визит. Впервые мы присутствовали на встрече регионов. Но, вы знаете, эффект был еще от чего таким серьезным? От того, что и состав нашей делегации был очень серьезным. Это почти полправительства Российской Федерации, все ключевые министры. Поэтому, когда собрались и руководители регионов, и два правительства вместе с обеих сторон, конечно, обмен информацией, обмен возможностями для развития сотрудничества был очень насыщенным. И дело даже не в количестве подписанных бумаг, а дело в живых контактах между людьми, которые хотят работать вместе, видят, как это сделать. Но Узбекистан действительно представляет для России интерес большой с точки зрения развития отношений. Во-первых, Узбекистан самая густонаселенная страна на сегодняшний день бывшего Советского Союза, кроме России. За Россией. Здесь сегодня 37 миллионов человек. И каждый год, каждый год, плюс миллион. Вот так растет Узбекистан по численности населения. Экономика растет активно и быстро, темпы хорошие. В прошлом году ВВП прибавил 6%. Это одно из таких серьёзных, одно из серьёзных мировых достижений. Президенту Узбекистана удалось выстроить достаточно эффективную систему управления и растущую модель экономики. У нас очень много планов совместных. В промышленной кооперации, в энергетике, ну вы наверняка всё видели, слышали. В инфраструктуре. Есть проблема для Узбекистана, которая заключается в том, что у неё нет выхода к морю, к океану. Ну вот, здесь мы тоже могли бы вместе с другими партнёрами по региону предпринять шаги для того, чтобы помочь нашим друзьям в Узбекистане решить эту логистическую задачу, создать необходимые условия для выхода на внешние рынки. Здесь нам тоже есть о чём говорить. Поэтому вопросов очень много, объём возможных проектов очень большой. Как вы знаете, мы создали фонд для совместной работы в объёме 500 миллионов долларов, из которых 400, это приходится на российскую сторону. Это не потому, что у нас там денег побольше, а потому, что у нас интересы большие в этой части Азии. И мы видим, что их можно реализовать именно с учётом стабильности политической системы и условий инвестирования в экономику Узбекистана. Интерес, повторяю, большой. Вот с этим и связана такая интенсивность контактов. Что касается интеграционных процессов, то мы никогда ни на чём не настаиваем. Вообще, интеграционные процессы, если вы имеете в виду Еврозес, прежде всего, конечно, мы об экономике говорим. Эти процессы были инициированы первым президентом Казахстана, Назарбаевым, Нусамбишичем. Но эта структура развивается хорошими темпами, приносит реальные результаты всем участникам. Но участвовать или нет, это выбор любого суверенного государства, исходя из интереса, прежде всего, экономического интереса и экономической целесообразности. У нас разные уровни развития экономики, разные уровни развития финансовой системы, и когда то или иное правительство принимает соответствующее решение об участии или не участии в тех или иных интеграционных объединениях, они исходят прежде всего из этого. Но в целом, если такая экономика, как экономика Узбекистана, присоединится к объединению, я думаю, что объединение от этого только выиграет. Но нужно, чтобы и узбекская экономика выигрывала. Но это достаточно сложный переговорный процесс. Ведь мы когда создавали Евразес, сколько там дней и ночей спорили на тему о том, какие условия и какие взаимные обязательства должны возникать. Поэтому это спокойный, ровный процесс. Экономики наши сближаются, развиваются, появляются много совместных проектов. Постепенно, постепенно будет вырисовываться и контур взаимных интересов в сфере дальнейшей кооперации и участия в интеграционных объединениях. Так, пожалуйста, пожалуйста. Добрый вечер. Я прошу прощения, у меня сразу два вопроса, и оба довольно объемных. Первый. Вы в Ташкент, и мы вместе с вами прилетели практически сразу из Минска. И вот с тех пор эта тема и интересует. Вы в Минске отвечали на вопрос о легитимности Зеленского и о том, с кем вести переговоры, если и когда эти переговоры станут возможны. Вы сказали, что нужно посмотреть в Конституцию Украины над предмет того, какие органы власти могут работать без выборов. Но, исходя из Конституции Украины, выходит, что сейчас работать может только Верховная Рада. Про продление полномочий президента там не сказано ни слова. И только лишь на основании закона военных положений, Зеленский, ну вот вроде как и продолжает функционировать. Вы сказали, что нужен юридический анализ. Мы этот анализ проводим. С кем говорить-то, если говорить? И второй вопрос можно сразу задам? Ну, пожалуйста, как вам удобно. Все более и более воинственные заявления звучат с высоких западных трибун. Теперь уже договорились даже до того, что нужно разрешить Киеву наносить удары вглубь территории России западным оружием. Вот прямо сегодня министры обороны Евросоюза эту тему обсуждают, а генсек НАТО и вовсе сказал, что мы, мол, Киеву отдаем оружие, с тех пор считаем, что оно украинское, и Украина может делать все, что угодно, наносить удары по территории России там, где считает нужным. Спасибо большое. Значит, первый вопрос по поводу легитимности украинской власти. Действительно нужно проводить такой серьезный глубокий анализ. Но вот первое, что наведу, и то, что мне докладывают коллеги, заключается вот в чем. Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. О продлении полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано. Первое. Второе. Действительно, закон Украины о правовом статусе, о правовом положении закона, о военном положении, говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в Конституции ничего нет. Но есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховой власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента. Тем более, что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются. Вот это такой предварительный анализ. Надо внимательно посмотреть. Некоторые специалисты говорят, что есть противоречие между Конституцией, в которой говорится только о продлении полномочий Рады в условиях военного положения, и законом, о котором я только что сказал, закон от, по-моему, 2016 года, который определяет правовый статус военного положения. там, как я уже сказал и повторяю, речь идет о том, что выборы президента не проводятся, но нигде не сказано, что они пролонгируются. И это проблема. Дело в том, что, по своей сути, украинская государственность основана на идее не на идее президентской республики, а на идее парламентской президентской республики. И основные рычаги власти сосредотачиваются в представительном органе государства. Поэтому вполне логично, что так выстроена сама Конституция и другие правовые акты, которые принимались на ее основе. Поэтому, строго говоря, по предварительной оценке, я говорю только по предварительной оценке, единственной легитимной властью остается парламент и спикер Рады. Ну, а так, по большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, надо было бы отменить тогда закон о военном положении, вот и все. И провести выборы. Но они захотели этого делать по ряду обстоятельств. Но я думаю, это уже не связано никак с Конституцией, что, может быть, задумка хозяев сегодняшних хозяев Украины, когда они находятся за океаном, заключается в том, чтобы возложить на действующую сегодня исполнительную власть бремя принятия всех непопулярных решений, в том числе и принятие еще одного решения по дальнейшему понижению призывного возраста. Сейчас было 27, сейчас 25, следующий этап может быть 23 или сразу 18 лет. И после принятия этого или и других непопулярных решений, действующих сегодня как бы представители исполнительной власти, их, я думаю, заменят на людей, на плечах которых не будет этой ответственности за принятые непопулярные в народе решения. Их просто поменяют, и все. Если задумка в этом, то, в принципе, тогда логика понятна. Логика понятна. Ну, посмотрим, что будет происходить дальше. Но также, как я и говорил в Минске, все-таки окончательно эта ситуация должна сформулировать и дать ответ на то, что происходит в Украине, должна сформулировать в окончательном виде сама политическая и правовая система Украины. Здесь, мне кажется, на самом деле не так уж и сложно. Я в третий раз повторяю. Закон 2016 года говорит о том, что нельзя проводить выборы президента в условиях военного положения. Но нигде не сказано, что эти полномочия пролонгируются. Значит, что? Смотри 111 статью Конституции. Вся власть переходит спикеру парламента. Да, про удары теперь. Ну, я, честно говоря, не знаю, что говорит там генсик НАТО. Он когда был премьер-министром Норвегии, мы с ним общались и решали непростые вопросы по Баренцевому морю, ну и другие. И, в общем, могли договариваться. На тот момент, я просто уверен, он деменцией не страдал никакой. Если он, вот говорит, о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он, как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, но он все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки. Первое. Второе. Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. Если по одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически, полетные задания, без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти системы ударные. Вообще без участия может происходить, и происходит без участия украинских военнослужащих. А другие системы, ну, например, такие, как Атакмс, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются, доводятся в автоматическом порядке до расчетов соответствующих. Они могут даже не понимать, что они вводят. И расчет, может быть, и украинский расчет вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовятся неукраинские военнослужащие, а представителями стран НАТО. Ну, так вот, эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще давать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. И этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории. Это серьезная вещь, и мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим, смотрим. Все сейчас идет вокруг событий на поступок к Харькову. Так это же они спровоцировали эти события на этом направлении. Я же полгода, по-моему, назад публично сказал, если они дальше будут наносить удары по жилому кварталу, мы вынуждены будем создавать зону безопасности. И вот совсем недавно я так и сказал. Мы к этому и перешли. Они сначала провоцировали нас на Донбассе, 8 лет водили нас за нос, обманывали тем, что собираются якобы решать вопрос мирным путем, и вынудили нас предпринять попытки приведения ситуации к миру вооруженным способом, потом обманули нас в ходе переговорного процесса, решили, что они победят Россию на поле боя, нанесут и стратегическое поражение, потом предупредили их не лезьте на нашу территорию, не обстреливайте Белгород и другие прилегающие территории, иначе мы вынуждены будем создавать зону безопасности. Вот посмотрите все репортажи ваших коллег западных. Никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территориях. Все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова, чем это вызвано. Они же это сделали своими руками. Выжинают плоды тогда своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности, которым вы спросили. Ну и вообще это постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш приоритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта. Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений. Но что-то мы не видим большого желания это делать. разговоры на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим. Но посмотрим, что будет происходить дальше. Да, пожалуйста, пожалуйста. Виктор Синёк, Минцезвестие. На протяжении нескольких месяцев еще до вашего визита страны Средней Азии, Восстан, в том числе, приезжали делегации Минфина США и других ведомств, которые осуществляют санкционный режим. Беспрецедентное давление на столицы среднеазиатских стран с целью исключить, подавить все возможности, все перспективы на сотрудничество с Россией. Как вы к такому относитесь, к такому поведению и может ли Россия компенсировать как-то это давление среднеазиатским странам, Узбекистану, в том числе, если позвольте, сразу второй вопрос, очень быстро. Пришла новость, что, извините, Талибан, что Россия может исключить, распатывать возможность исключить Талибан из списка террористических организаций. Вот как это решение принималось, почему, как это повлияет на наши отношения с Афганистаном и когда вступит в силу? Знаете, я начну со второй части. Это постоянно обсуждается. И я сейчас не буду это никак комментировать, потому что взаимоотношения с Талибаном, с Афганистаном постоянно на слуху. В Афганистане есть проблемы. Они безусловные, они всем хорошо известны. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью, это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны. Они являются властью сегодня в Афганистане. Но надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения. Мы со многими партнерами ВКонтакте, в том числе ВКонтакте со многими партнерами в регионе Центральной Азии. Мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей и будем вместе сформировать эту позицию. Что касается первой части вашего вопроса, ну чего здесь новизны-то никакой нет. Я имею в виду, что вот то, что сейчас происходит, то, что выезжоры по всему миру летают, то в Латинскую Америку, то в Африку, то на Восток и всех запугивают. Это же элементы имперского поведения. И сами обозреватели политические, сами аналитики американские об этом прямо говорят. США империя и в значительной степени ее имперские амбиции связаны с внутриполитическими событиями. Вот сейчас выборы скоро президент и действующие власти хотят подтвердить свой статус империи. Многим в Соединенных Штатах это не нравится. Многие не хотят быть империей и нести на себе такой груз имперский. И ответственности не хотят, и не хотят подвергать свою страну каким-то опасностям и загонять в какие-то сложности. Ну что Средняя Азия? В целом вот Успекистан самая большая страна не только Средняя Азия но и по населению она вторая после России 37 миллионов. Но значит выезжоры из США как я сказал по всем регионам мира летают. Вот совсем недавно как вы знаете министр финансов по-моему тоже была в Китае. О чем говорила? Я тоже об этом вспоминал по-моему в Минске что китайцы слишком много производят автомобилей. они значит как там о чем говорили о том что перепроизводство автомобилей. Я не думаю что министр финансов Соединенных Штатов неграмотный человек. Просто это передергивание не факт. Что такое перепроизводство? Если мы живем в условиях рынка то рынок регулирует перепроизводство или нет. Покупают да еще производятся с прибылью значит никакого перепроизводства нет. А как другую страну заставить прекратить производство того или другого товара? С помощью силы? Санкции? А это есть один из вариантов применения силы. Но и так пытаются действовать по всему миру. Конечно страны слабые неуверенные в себе особенно такие где действуют десятки НПО которые кормятся с американской руки клюют то что им на ручку положили. Конечно в этих странах легче манипулировать сознанием местного населения легче оказывать давление на действующие власть там где власть чувствует себя уверенно там где она всю свою деятельность посвящает укреплению суверенитета интересам своего народа и своей страны там не реагирует на эти окрики из-за океана. Так происходит и с крупными странами и с небольшими но самодостаточными и с чувством собственного достоинства государства. Вот мы знаем что оказалось давление на регион Центральной Азии я что-то не вижу пока что все встали на колени и готовы слепо исполнять любые указивки из-за океана. Они конечно совершают определенные американцы европейские действия которые наносят ущерб партнерам нашим но в конечном итоге это тоже суверенный выбор любой страны как выстраивать свою политику бороться за суверенитет или нет представляет суверенитет определенную ценность или нет и так далее и так далее на мой взгляд представляет потому что если страна хочет быть успешной она должна быть суверенной даже в социально-экономическом плане хочет быть успешной и должна быть суверенной иначе всегда будут давить и подчинять интересы другого государства своим интересам так как пытаются делать скажем с этими с этими автомобилей в отношении Китая по другим вариантам по удобрениям будут делать по химии да почему угодно по самолетам мы с этим сталкиваемся поэтому да это мы видим ничего в этом хорошем нет это наносит ущерб и международной безопасности и мировой экономике давайте добрый день Владимир Владимирович Константин Панюшкин Первый канал Константин Панюшкин Первый канал накануне стало известно что главком ВСУ Сырский утвердил размещение на территории Украины французских наемников инструкторов можно сказать военных как угодно и теперь это в общем официально и наконец публично и более того Сырский говорит о том что он надеется что вслед за французами вот так же официально последуют и другие партнеры киевского режима что вы об этом думаете и как вообще далеко все это может зайти и позвольте еще одно маленькое уточнение в развитии вопроса с вами до утра до утра до вопроса легитимности из вашего ответа следует что до того момента как западные кураторы пока не сменят они Зеленского в Киеве вам на Украине разговаривать фактически не с кем но я хотел спросить еще Александр Лукашенко предлагал вам в качестве собеседников военных украинских военных как же военных к сожалению пока Александр Григорьевич военными на Украине не командует если бы командовал мы давно бы завершили этот конфликт причем к взаимному удовлетворению мы бы нашли развязки с Украиной если бы Украиной сейчас командовали люди которые руководствовались бы национальными интересами а не интересами своих хозяев Европе или из-за океана вот что касается того что на Украине на Украине могут быть или есть наемники да мы об этом знаем хорошо здесь ничего нового нет так что значит военные сейчас на Украине говорят о том что они могут появиться конечно там давно находятся мы слышим в эфире слышим то английскую речь то французскую польскую мы знаем что они там есть эти так называемые наемники но под видом наемников там специалисты находятся вот был вопрос по высокоточному оружию большой дальности а кто там этим оружием управит кто его обслуживает ну конечно вот эти самые инструкторы под видом наемников вот и все они и есть и несут потери может быть такое заявление связано с тем чтобы им все труднее видимо и труднее скрывать эти потери значит поэтому может быть настало время показать что там официально присутствует чтобы не потерять а показывать реально легально не знаю может быть что касается различных контингентов то я уже об этом говорил кто там польские власти заявляют что готовы направить свои контингенты мы слышим польскую речь там много наемников из Польши если там скажем зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками другие уйдут поляки никогда это очевидная вещь для меня во всяком случае точно может быть я ошибаюсь но вряд ли вряд ли поэтому вот под видом освободить освободить какие-то подразделения Украины стоящие вдоль границы высвободить их для того чтобы отправить на поле боя держать вдоль границ для обеспечения их безопасности чушь и дурь вот и все а если они там находятся то они также будут в зоне поражения наших вооруженных сил находиться я не думаю что это хорошее правильное решение и хороший выход это нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту им это нужно пожалуйста мы все равно будем делать так как мы считаем нужно вне зависимости от того кто находится на территории Украины и вот это они должны знать точно давайте вы хотели завершающий пожалуйста Алексей нет ответа потому что я не знаю о чем идет речь вот они говорят мы сейчас не готовы приглашать Россию а потом будем готовы а мы никогда не отказывались ни сейчас ни потом ни годом раньше мы же сказали что мы готовы не мы перестали вести переговоры нам сказали все больше с вами переговоров вести не будем можно было бы сказать что нас не устраивают те договоренности которые были достигнуты в Стамбуле начали переговоры в Минске были завершены ну доведены до определенного уровня в Стамбуле можно было бы если бы не было подписи на выжимки из договора который мы подготовили в качестве проекта главы переговорной группы со стороны Украины он же парафировал это значит устраивало украинскую сторону им дали команду выбросить в помойку и пытаться победить Россию на поле боя нанести стратегическое положение он же прямо сказал публично если бы нам не приказали из-за границы из-за Великобритании в данном случае сиречь из США то же самое то боевые действия прекратились бы полтора года тому назад ну сказано же вот на этой основе мы никогда не отказывались и готовы дальше продолжать переговорный процесс но что и кто имея ввиду здесь и легитимность представителей украинской власти нам будут предлагать на каких-то других этапах мы не знаем поэтому у меня нет ответа на этот счет но я с удивлением всегда смотрю на какие-то на какие-то телодивижения со стороны наших западных дружков и партнеров которые говорят что вот Россия отказывается от переговоров ты еще раз сказал у них как будто ушей нет мы не отказываемся украинская страна отказалась публично парафировали соглашение и отказались с целью победить нас на поле не получается сейчас готовы но готовы возвращайтесь о чем речь они хотят что-то нарисовать создать видимость мировой поддержки тому что нарисовали добровольно сами исходя из своей хотела и представить это как консолидированную позицию мирового сообщества но не получится у них так это как раз говорит о том что не хотят договариваться а цепляются за то чтобы еще еще что-то получить и переломить ситуацию на поле боя не получается и чем больше будет попыток тем больше будет потерь и потери это далеко не в пользу украинских вооруженных сил почему это происходит сегодняшним правителям украины не жалко этих людей они их своими не считают вот в чем проблема и трагедия украины сегодня они не считают этих людей своими они не защищают сегодня интересы украинского народа я надеюсь что люди все-таки это в конце концов почувствуют всего хорошего кто-то это что-то это это